Добрый день! Сегодня мы рассматривать будем задание номер 29. Это мини-сочинение. Задание является вариативным и творческим, то есть выпускнику дается пять вариантов разделов общества знания и к ним приводится 5 высказываний которые по которым ребятам необходимо написать сочинение давайте рассмотрим первый блок это раскрытие смысла высказывания для примера мы сегодня возьмем высказывание николай сече гоголя архитектура это тоже летопись мира она говорит тогда когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе данном случае необходимо избежать тех ошибок которые из года в год к сожалению совершают наши выпускники это смысл высказывания не раскрыт выделенные идеи сформулированные тейсы не отражает смысла высказывания идет подмена высказывания домашними заготовками которые ребенок заготовил заранее и перефраз либо пересказ самого высказывания давайте возьмем пример правильного раскрытия смысла удивительный простор для мысли открывает высказывание гоголя его смысл я вижу в том что все временно в нашем мире но архитектурные памятники дают человечеству возможность довольно долго если зреть их и строить предположение о том кто и для чего как и когда возвел их предания старины переходят из уст в уста но сколько их было утрачено книги рукописи часто гибнут в огне воде архитектурные сооружения особенно каменные могут стоять многие столетия и даже тысячелетия конечно безжалостное время разрушаете их но не так быстро как другие произведения искусства благодаря этому у археологов к счастью есть возможность изучать древность и раскрывать ее тайны идея автора заключается в значимости архитектурное искусство для истории в его первой степенности для исследования будущими поколениями народами цивилизациями я разделяю точку зрения автора еще и потому что интересуюсь историей древних народов эта тема очень близка мне архитектура значима для каждого историка и археолога мира следующим блоком ребенок должен предоставить показать свою теоретическую подготовку раскрытие смысла терминов каждый термин должен быть объяснен при этом обязательно правильно любые рассуждения бытового характера без опоры на общественные знания считаются неправильным ответом давайте посмотрим например раскрывает теоретический смысл высказывания хочется сказать следующее архитектуры это искусство и наука строить проектировать здания и сооружения а также сама совокупность данные сооружения создающих пространственную среду для жизни и деятельности человек она не узконаправленно выделяет несколько ее видов архитектуры объемных объемных сооружений общественные здания жилые дома промышленные сооружения ландшафтная архитектура организации садов и парков с использованием беседок мостиков фонтанов лестниц градостроительства создание новых или конструкция старых городов и поселков для понимания идея важен такой термин как искусство масштабным масштабное значение это особый способ познания и отражение действительности одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как отдельного человека так и всего человечества в целом многообразный результат творческой деятельности всех поколений представить человеческую жизнь без искусства невозможно его истоки идут из глубокой древности когда первобытные люди рисовали наскальные изображения и танцевали у костров в те далекие времена слова искусства еще не существовало но был единый порыв выразить себя показать не расчлененность разных видов культурного творчества что мы сейчас называем синкретизмом один век сменяет другой уходит небытие целые народы а искусство оставляет след для будущих поколений особо яркий именно архитектура о чем далее хочу рассказать более подробно то есть в данном примере ребенок выделяет два основных элемента два понятия это архитектура и искусство также абитуриенту нужно для подтверждения своих идей показать примеры какие ошибки могут быть абитуриент когда приводит пример может что-либо сказать но не объяснить вот примерами этого является вот это или то а дальше почему неизвестно или например это могут быть без конкретной привязки к какому-либо событию пересказ чего-либо либо это могут быть два одинаковых примера которые не нельзя разделить на отдельные примеры давайте первый пример посмотрим на уроках истории учителя рассказал нам о перу я узнала что 24 июля 1991 года археолог исследователь хайрам бинген открыл уникальный археологический комплекс мачу-пипчу который называют еще потерянным города минков предполагает что он был создан великим правителем минков по чакутеком юпанки приблизительно 1440 году и просуществовал до 1532 года когда испанцы вторглись на территорию империи инков в тот год все жители города таинственно исчезли комплекс является является собой истинный инженерный и архитектурный шедевр для возведения такого города строители должны были обладать обширными знаниями топографии геологии астрономии и экологии удивительно что техника строительства обеспечивала устойчивость зданий даже на случай землетрясения а ведь речь идет о 15 веке 2007 году город был достоин звания нового чуда света а 2012 году археологи нашли подземные комнаты которые вел потайной ход предполагает что там хранилось знаменитое золото инков история города мачу-пикчу полна тайных загадок она будет волновать исследователей еще очень долго здесь интересно все от тщательной обработки камней до идеально правильной геометрической формы этих построек второй пример второй аргумент который я хочу привести связан с реликтовым каменным сооружением насчитывавшим много тысяч лет это волконский дольмен сочинском национальном парке я описала по нему исследовательский проект школе моей семье к этому свидетелю древности существует особое отношение потому что мои родители посещали его накануне моего рождения они рассказывали мне про особой энергетику которая присуща этому месту все дольмины мира таят таят в себе множество загадок и ученые выдвигают одну гипотезу за другой по поводу их происхождения назначения и времени сооружения свое название дольмен получил в честь княгини волконской которая провела немало времени в духовном общении сооружениями сооружением коту которому по мнению ученых около девяти с половиной тысяч лет большинство дольменов находящихся на территории кавказа датируются третьим вторыми тысячелетиями до нашей эры одни исследователи утверждают что это гробница другие считают что это для простых гробниц дольмены слишком сложны в строении расположения я полностью согласна с последними дело в том что большая большая часть дольменов расположена на местах геологических разломов где фиксируются сильные электромагнитные излучения более того каждый дольмен ориентирован по сторонам света плиты строения подогнаны друг другу настолько плотно что между ними невозможно просунуть лезвие ножа фотоархиве моей семьи хранятся снимки родителей радость рядом с дольменом и он поражает своей таинственностью уверенно что еще не одно поколение будет строить гипотезы по поводу этих древнейших сооружений и в конце сочинения нужно написать вывод общий таким образом архитектурные сооружения имеют свой молчаливый язык они своим видом открывают перед человеком возможность строить предположения исследовать изучать историю прошлых эпох и этот процесс будет увлекать каждое следующее поколение на протяжении многих веков как мы сегодня посмотрели написание мини сочинения это очень большая работа необходимо ни в коем случае отдаляться от основной идеи например данном высказывание это было искусство и архитектура архитектура как элемент искусства и если мы будем держать вот этот стержень который нам поможет не путаться сможем написать теоретические положения привести правильные примеры данное задание оценивается в 6 баллов спасибо за внимание до свидания спасибо за просмотр roхе! Продолжение следует...